В Казани состоялось заключительное пленарное заседание регионального этапа 31-х международных рождественских образовательных чтений. Оно прошло в культурном центре Александра Пушкина. Напомним, чтения в этом году посвящены теме «Глобальные вызовы современности» и «Духовный выбор человека». В заседании приняли участие митрополит казанский татарстанский Кирилл, муфтии Республики Татарстан Камиль Хазерат Самигулин, представители власти научного и педагогического сообщества, священнослужители митрополии, руководители и педагоги воскресных школ, участники ипархиальных, творческих и просветительских проектов. Для нас очень важно, что это, прежде всего, общение людей, связанных общими идеями, общими задачами. Вы знаете, у нас был когда-то, какой-то один человек сказал, что рождественские чтения – это регулярный поместный собор Русской Православной Церкви, который собирается раз в году. То есть потому что собираются все, то есть священноначальные, епископы, священники, монахи, миряне, все учащиеся, учащиеся. То есть вся полнота Русской Церкви, она так или иначе участвует в рождественских чтениях. Поэтому для нас сегодня это такое малое некое наше собрание из тех, кто занимается религиозным образованием в Республике Татарстан, в наших воскресных школах, в наших православных гимназиях, и возможность поделиться и сказать спасибо тем, кто трудится на этом очень важном и очень нужном сегодня, особенно покрище. В своем слове митрополит Кирилл отметил, что сегодня люди столкнулись с беспрецедентными вызовами, и преодолеть страхи можно только вручив себя в руки Божьи, выбрав путь любви и послушания Ему. Сегодня наша Родина отстаивает традиционные ценности, и церковная педагогика призвана с младых ногтей взращивать их в человеке. Развивая творческий потенциал детей, воспитывая в них патриотизм, передавая им сумму знаний о Боге и о вере, мы должны делать это в единстве с их духовным окормлением, с развитием их христианской жизни. После выступления участников состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и одноименного епархиального творческого конкурса. В конкурсах приняли участие воспитанники воскресных школ и дети с ограниченными возможностями здоровья, благополучатели епархиальных и приходских проектов.